Три в квадрате в эфире Большого Радио, пятничный вечер, провожаем рабочую неделю, рабочий день тоже заканчивается, мы его провели с пользой, изучили весь интернет, прочитали все, что можно, сняли самые сливки, все вишенки из этих новостейных тортов посрывали и в клювиках несем к вам. Кто это мы? Это очаровательная Татьяна Юлусова. Добрый вечер. Герой сегодняшнего дня Петр Болочев, которого мы спешим всей нашей командой поздравить с рождением. Добрый день. Добрый день, добрый вечер. Меня решили поздравить, это здорово. Отлично. Ну и за режиссерским пультом у нас Алексей Марин, как всегда, руководит всеми звуковыми процессами. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру 450945, телефон в студии, звоните, будем рады пообщаться, услышать ваши новости и обсудить то, что предложим мы. Ну и смс-сообщения, а также сообщения в вайбер и в ватсап можно отправлять по номеру 8921-045-1045. Ну и, друзья, начнем, скажем так, со второй серии. Вчерашняя новость, все прекрасно помнят, что у нас обнаружен птичий грипп. И урагуба стала очагом заражения, скажем таким, местом, которое уже оцепили. Ветеринары все приведены в максимальную готовность. В общем, ситуация серьезная. И теперь мы получаем новость, что северян просят сообщать, если вы заметили мертвых птиц. Мертвых, и мне нравится в этом сообщении комитета по ветеринарии, если вы увидели больную птицу на улице или в своем приусадебном хозяйстве. Вот как я, горожанин в энном поколении, могу определить, что вот это ковыляет птица, которая больна? Ну, если... На ней, может быть, защитная маска там или градусник под крылом. Ходит, кашляет, чихает. Да, вот я не знаю. Говорит, мне плохо, помогите. Ну да, ну не знаю, как это происходит, но... Да и мертвые птицы тоже, знаете ли, вон сколько этих бедных голубей под колесами, чаек там, да, сбитых и так далее. Но, тем не менее, друзья, вот наши ветеринары просят соблюдать, скажем так, быть осмотрительными, и в случае чего, если есть какие-то опасения, то сообщать, все телефоны есть. Незамедлительно сообщать просят. Ну, видимо, угроза какая-то есть. То есть дело все-таки не шуточное, будем следить, как ситуация будет развиваться. Надеемся, что сильно развиваться не будет, и все погасит за родышем. Ну и дальше уже хочется перейти прям к новости, которая не просто предупреждение, а действительно новость тоже касается птиц, но птиц уже домашних. Депутат Чаплин, депутат Государственной Думы, предложил ограничить число кур, ну а также и кроликов, которых можно держать на даче. Закон о садоводстве был принят недавно, в 22-м году, и выяснилось, что нет никаких ограничений. И вот депутат предлагает все-таки установить, что на таком-то участке может быть столько-то кур и кроликов. Если у вас большая семья, то другое количество и так далее. Мне кажется, инициатива, ну, по меньшей мере, странная. Я бы сказал, когда я прочитал, что это депутат Чаплин, я подумал, ну подождите, Великий Чарли давно умер, вот, потому что, в общем-то, инициатива, по-моему, вот, ну, правда, у Чарли Чаплина чувство юмора было хорошее, в отличие от депутата Никиты Чаплина, потому что, ну, на мой взгляд, сущий бред. Да, вот у нас президент подписал этот закон о садоводстве и огородничестве, который позволяет на участках разводить те же куры и кроликов. Ну, и вот Чаплин говорит, что безумствуют наши власти, не имея четких критериев, мол, кто-то устроил там прям чуть ли не птичники и крольчатники на своих участках, а кого-то власти злонамеренно штрафуют за какой-то жалкий, несчастный десяток кур, потому что, извините, если кур много, они мало того, что орут и спать мешают, вот, они еще гадят, а куриный помет пахнет, как помнят мурманчане с опытом, когда из помета хранилища птицефабрики «Снежная» в питьевую колу прорвались, фикалии, воняла тогда водичка, будь здоров, вот. В моем понимании, вот я, конечно, не президент Российской Федерации и даже не депутат Чаплин, в моем понимании, дача – это место отдыха, а не выращивание кабачков на продажу, равно как и разведение кур в промышленных масштабах. Но для кого-то это средство к существованию, кто-то разводит огороды, курицы и ест их. В таком случае депутат Чаплин, вместе с тем, кто подписывал этот закон, должен заботиться тем, чтобы человек, имеющий дачный участок, не был вынужден выращивать кабачки и кур на продажу, чтобы не голодать. Возможно, имеет смысл повысить минимальную заработную плату, возможно, контролировать больше работодателей, которые в массовом порядке пробивают себе квоты на завоз гастарбайтеров и платят им деньги меньше, на которые согласился бы гражданин Российской Федерации. Ведь государство должно заботиться о своих гражданах, так? Ну, вот тут я не соглашусь. А не регулировать количество курей и кроликов. Может, у человека хобби, может, ему нравится. Да, для меня загородное – это деревня, где бродят куры, какие-то коровы, что-то люди растят. Действительно, это же многие просто из, скажем так, какого-то интереса, там, полуспортивного, да, не обязательно этот способ заработать. Опять же, я не думаю, что… А в доме, где ты живешь, есть балконы? Ну, у нас такие, то, что называется «Ласточкины гнезда». Да, 93-7. Ну, вот если кто-нибудь на балконе захочет завести курицу, или курицу, корову из твоих соседей… Нет, ну, частную квартиру, то сдача не сравнивается. Ну, если у человека хобби такое, как вы справедливы… Так нет, ну, деревня – это в любом случае… Ну, да, это… Любит человек коров, он настолько любит, что даже и в городской квартире… «Ласточкины гнезда». Не, ну, мне кажется, квартиру с дачей-то тут не совсем корректно сравнивать. Тогда, ну, в деревне, извините, ну, по определению пахнет навозом. По-моему, это классическая история. Деревня – это деревня, а дачный кооператив – это дача, это место отдыха россиян. Ну, по-моему, у нас люди никогда не разделяли еще с тех времен, которые… А надо стремиться к повышению благосостояния культурного уровня. На шестисотах что-то не устраивали. Ну, не знаю, хорошо, Петр, тогда вопрос такой. Сколько кроликов и куриц вы считаете максимально допустимо иметь на участке? На квадратный метр. Матрюли – одну штуку. Хорошо, а во дворе? Я думаю… А собак? А собак можно? На даче собака – это правильно и хорошо. Ну, а кому-то и собака тоже. У них городской культур. Не, ну, кстати, вот если про собак и кошек говорить, то это домашнее животное. Курица и все остальные – это тоже считается к домашним животным. Поэтому сколько хочу, столько и завожу. Ну, так-то. Курица не считается домашним животным. Домашний скот. Ну, скот. Знаете, курица – это скот. Вот так. Ну, это смотря какая курица. Ну, животные же. Может, есть и хорошие куры. Ну, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Мне просто вот интересно будет детали посмотреть. То есть, вот депутат говорит, что от количества членов семьи там или людей, которые проживают на участке, то есть, если семья большая, то можно по сколько? По две, по пять кур на семью. А зимой семью они уедут в город или они переселятся на дачу? Так тогда это уже не дача, а загородный дом. И там другие, по-моему, налоговые ставки, насколько я знаю, нет? Ну, да. Насколько я понимаю, тоже. Я каждый раз, когда встречаю подобного рода законодательную инициативу, я думаю, ну, наконец-то и слава богу, все проблемы насущные в России решены. Осталось только кур пересчитать. Будем теперь законодательно устанавливать количество кур и кроликов. Ну, вообще, по идее, тогда ждем, что осенью этот законопроект будет принят, потому что, как известно, цыплят именно по осени и считают. Так что следим за развитием ситуации. Друзья, звоните нам 450945, пообщаемся, обсудим эту и другие новости. СМС, Вайбер, Ватсап, для всего этого один номер 8921-045-1045. А пока прервемся на небольшую... Нет, не прервемся. Я, друзья, что-то я сегодня, видимо, пятница сказывается. Мой пятидневный марафон, да, сегодня в эфире. Реклама у нас еще не прямо сейчас, но, тем не менее, мы перейдем к следующей новости. И тоже из мира животных. Из мира животных. Более того, актуально для тех, кто ездит за город, для всех дачников и прочих. И куровладельцев. Куровладельцев кроликозаводчиков и так далее, и так далее. В Японии предложили использовать новые средства от комаров на основе поверхностно-активных веществ. Не просто в Японии, а целые ученые. Мы привыкли к новостям о британских ученых. А вот тут ученые японские из Токийского университета. Между прочим, очень солидное такое учебное и научно-исследовательское заведение. То есть была команда какая-то, которая... Что Дима делала? Разрабатывала средства? Да, ну на самом деле не секрет, что каждый год там что-то появляется новое против комаров, против насекомых. И говорят, что даже и насекомые... Ждут с нетерпением. Нет, они типа адаптируются, привыкают. И тоже это как с вирусами. Каждый год надо изобретать якобы что-то новое. Но здесь что придумали, значит? Использовать поверхностно-активные вещества. Это такие соединения, которые концентрируются на поверхности раздела фаз и вызывают снижение поверхностного натяжения. Ну то есть, если проще говорить, они позволяют лучше проникать сквозь влажные поверхности, внутрь, скажем так, да. То есть на поверхности любой воды есть какая-то пленка. С помощью этих веществ она разрушается. И тем самым спрей увлажняет тела и крылья насекомых. И вот из-за этого комары... Обездвиживают. Обездвиживаются, да. В ходе испытаний падали, оставались неподвижными. Мне следующее предложение очень нравится. Не знаю, так ли это на самом деле называется. Или это ошибка в переводе? То, что спрей блокировал дыхальца насекомых? Да-да-да. В результате чего они погибают от недостатка кислорода. То есть надо комару попрызгать в дыхальце? Дыхальце или дыхальце? Ну мне кажется, дыхальце. Дыхальце, да, скорее всего. Да, ну а как? А я настаиваю на дыхальце. Ну хорошо. Просто извредности. В общем, я вот, честно говоря, понятно, что комары тоже живые существа, но все-таки извините. Не жалко. Вот в этом смысле нет. Потому что каждый год мы практически ездим в Карелию. Мне кажется, что у них... А там такие дыхальца. Там такие, там, да. Мне кажется, у них там штаб-квартира вообще мировая всех комаров мира. Там у них самые серьезно подготовленные войска. И, ну, спасу нет никакого. А в Архангельской я поспорю. Так и у нас на самом деле тоже. Вон на Белое море поехал и... А я вот думаю, нет ли в этой новости женоненавистничества? Потому что только самки... Только самки сосут кровь. Это, ну, общеизвестный факт. Ну, мы о комарах на всякий случай. Я уточню, да? Это важно, да. То есть защищаться-то от комаров, от этих вот больших и страшных, и абсолютно безобидных никому не надо. А вот кровь, сосуд, самки, и получается, что это будет такой самкоцит? Ну, не знаю. Не знаю. Я вот в этом вопросе, мне кажется... Что думает по этому вопросу Грета Тунберг? Ну, Грета Тунберг сейчас другие вопросы. У нее там, как мы помним из предыдущих эфиров, задача сейчас от полиции как-то отмазаться. Я бы сказал так. Ей штраф корячится. Да, именно. Тем не менее, будем надеяться, что как-то появится что-то, что действительно позволит обезопасить нас от комаров, потому что, по моему опыту, бесполезно. Спреи, вот эти дымные спирали. Ну, единственное, что костюм. Но в нем жарко, неудобно. Есть еще классный прибор, в который вставляешь полосочки, зажигаешь, и можно спокойно на природе еще передвигаться. Он действует как домашний фумигатор, только мобильный, можно его в лес с собой брать. И помогает. Помогает шикарно, да. Мы, кстати, испробовали в Карелии. На ходу помогает? И на ходу, да. Только когда сидишь. И на ходу. Есть брелок, цепляешь к рюкзаку, и вперед за грибами. И вполне себе. Да, помогает. Очень классная штука. Испробована на личном опыте, кстати, в Карелии. В радиусе двух метров вокруг тебя. А больше и не надо. А больше и не надо, да. Спокойно, да. Можно отдыхать. Слушайте, ну хорошо, хорошо. Еще из международной повестки. Идем дальше. Но тут уже серьезная история. Продолжение, опять же, истории недавней. Да у нас прям несколько дней. Сериал прямо у нас сегодня. Финляндия у нас в центре внимания. Ну, соседи. Соседи наши ближайшие, да. Так вот, в Кремле выразили надежду на доброе будущее в отношениях с Финляндией. С уточнением, правда. Да, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что Россия надеется на доброе будущее в отношениях с Финляндией после того, как в стране пройдет ослепление русофобии. А поводом для этого высказывания стало заявление президента Финляндии Саулю Нинистю, который сказал, что вот финские компании целиком и полностью ушли из Российской Федерации. Но, правда, вот этот демарш, ну, а фактически санкция, как-то вот по словам господина Нинистю, ущерба российской экономике не нанесли. А наши в ответ сказали, да не то, чтобы не нанесли, а вот бизнес-сообщество российское просто радуется, что конкурентную площадку освободили. Финские предприниматели и возможности для отечественного бизнеса стали прям лучше и краше. А какими финскими товарами мы пользуемся? Ну, пользовались, я вот вспоминаю, кроме шин... Нокиан. Нокиан. Я даже что-то такого серьезное вспомнить не могу. У меня телефон до сих пор Нокия. О-о-о-о. А сейчас они выпускают, кстати, новые вот смартфоны? Не знаю, у меня старый, меня вполне устраивает. Вот, если бы я не потерял свой 3310, я бы им до сих пор пользовался. Кстати, сейчас есть возможность, по-моему, 3310 купить, он в новом корпусе, в новом... Ну, это понятно, не то уже, да? Вот, не аутентично. Меня удивляет, вот, что, допустим, валевая продукция... Как была, так и осталась. Но она, как я понимаю, не финская. А вот какие существуют договорные отношения на использование товарного знака и, собственно, ну, рецепта продукции. Вот я, например, очень люблю финский этот сыр плавленный валевая. Я его люблю с раннего детства, когда он появлялся в маленьких, еще таких 100-граммовых, кругленьких, ну, цилиндрических стаканчиках. Вот, если его выбросили, ну, в советское время же выбрасывали, вот, в конце месяца, чтобы выполнить товарный план, и ты покупаешь сразу сколько можешь, и потом вот ложечкой по чуть-чуть в рот и рассасываешь. Раз в неделю ложечку. Он такой солоноватенький. Ну, да, не часто, на самом деле. Ну, понятно, да, дефицит. А теперь иди, ешь, не хочу, а он не совсем такой. Ну, это все было по-другому. Я, когда прочитал эту новость, я понял, что я все-таки лошара. Ну, интересно. Я прошу внести это в протокол. А, я знал, что тебе понравится. Нет, серьезно, понимаете, я думал, что я более-менее неплохо информирован об истории российско-финляндских отношений. Ну, я, понятное дело, знал про войну 39-го года и про то, что финны называют война продолжения, вот, и про то, как финны, сами не очень того желая, помогли успешному осуществлению Пицамо-Киркинесской операции. Помнил я и о том, что финны в свое время, в 18-м году пытались захватить Печенгу, у них тогда не получилось, потом ее им отдали, потом забрали. Вот, это я все помнил. Но деталей я особо, так сказать, в детали не вдавался. А тут, вот, прочитав эту новость, я решил все-таки погуглить историю наших добрососедских отношений. Ну, я помнил, что в результате российско-шведской войны в 1809 году Финляндия стала великим княжеством финляндским, какого статуса она до этого не имела, и как бы вошла на правах автономии в состав Российской империи. Вот. А в самом конце 19-го века началась так называемая политика русификации, против которой финны очень сильно возражали, вот, и дошло дело до того, что там финн очень интересный, он на самом деле шведского происхождения, звали его Евгений Шауман, но родился он при этом, не будет смеяться, в Харькове. Так. Нет, он реально был вот финн шведского происхождения, у него, у папы просто было русифицированное имя, и назвали его не Евгений, скорее всего, там, Юджин или как-нибудь так, но вот в российском паспорте ему записывали вот Евгений Владимирович Шауман. И что он? Ну вот он взял и в 1904 году, он работал тогда уже, будучи молодым человеком в Хельсинки, в Сенате, ну, в парламенте в финском, вот, и он застрелил тремя выстрелами из Браунинга генерал-губернатора Финляндии, генерала Бобрикова, вот, пожилого человека, отмеченного многими наградами, вот, застрелил его тремя выстрелами, а потом двумя застрелился сам. Шоу-листы. Вот, написал письмо заранее на имя Николая Второго, то, что вот, типа, это я все сам, вот, семью не обижайте, они тут ни при чем, вот, папа у него был тоже генерал-лейтенантом российской армии и был сенатором, в общем, вот это вот застрелился сам на месте тут же, наводит на вопрос, а реально ли он одиночка, вот, и, в общем, это такой вот нормальный для начала 20 века для Российской империи террорист. Ну, любили, что тогда, в принципе, по любому поводу постреляться и пострелять. В 18-м году был такой у них замечательный товарищ Курт Валениус, тогда поручик всего-навсего, а, кстати, когда началась Первая мировая, многие финны через Швецию бежали в Германию, вот, ну, давайте послушаем рекламу, а потом вернемся к этому замечательному, интересному вопросу, на мой взгляд, интересному. Три в квадрате на Большом радио продолжаются, ждем ваших звонков 45-09-45, любые сообщения, вайбер, ватсап и смс на номер 8-9-2-1-0-45-10-45. Петр, все-таки дорасскажите ваши открытия из истории Финляндии, но недолго, потому что у нас впереди еще очень много интересных новостей. Ну, тогда два таких любопытных нюанса. Во-первых, когда началась Первая мировая, то особо патриотически настроенные финны через Швецию пробирались в Германию, вступили в так называемый, там, какой-то 27-й, по-моему, прусский егерский батальон и воевали не на Западном фронте против англичан и французов, а против, на Восточном фронте, против Российской империи, вот, они потом, собственно, эти егеряи стали основой будущей армии независимой Финляндии. А еще один нюанс, вот, это вот жуткая политика русификации заключалась в том, что, в том числе и в первую очередь, в том, что в Финляндии вдобавок к шведскому и финскому языкам, как к государственным, был добавлен русский язык и вводилось, обеспечивая обязательное изучение русского языка в школах и введение русского языка в качестве государственного предела производства. То есть, фактически, это то, что вот сейчас сделала Украина в отношении украинского языка, вот, и что финны сейчас считают абсолютно правильным, вот, сделанное для них в отношении русского языка, они почему-то тогда и сейчас до сих пор считают неправильным. Хотя это, вот, на мой взгляд, практически одно и то же. Ну, можно, наверное, согласиться, да, но можно согласиться и с президентом, пресс-секретарем президента, что все-таки мы надеемся на доброе будущее в отношении с Финляндией, наши ближайшие соседи. Хотя и понимаем, что корни намного глубже, чем кажется на первый взгляд, у этой проблемы. Вернемся в Россию из Финляндии. Еще одна, ну, наверное, такая серьезная экономическая новость. Опубликованы цифры о бюджете страны и выяснилось, что в России доходы от нефти и газа за полгода рухнули почти в два раза. Минус 47% в годовом выражении. Такие оценки дает Министерство финансов России, но при этом доходы нашего федерального бюджета от не нефтегазовых статей. От прочих. От прочих, да. Все, что не нефть и газ. Наоборот, выросли на 17,8%, достигнув почти 9 триллионов рублей. Ну, и в целом, надо сказать, что за вот этот период поступления в бюджет оказались ниже показателей прошлого года на 12%. В общем-то, ну, наверное, никто этому не удивляется. Расходы выросли за все те же, тоже первые полугодия нынешнего года, вот, и дефицит бюджета составил 2,59 триллиона рублей. Правда, за июнь он сумел сократиться на 819 миллиардов. То есть, вот, к концу полугодия такой позитивчик образовался. А я не помню, у нас плановая цифра по дефициту бюджета на 23-й год какая? Не 2 миллиарда? Не знаю, честно. Честно, не вспомню. Но в любом случае, вот как всегда мы говорим, да, то есть, если с вот этих таких макроэкономических сложных цифр и высоких кабинетов пуститься на землю, мы же понимаем, что это в любом случае все скажется на нас с вами, на простых потребителях, на росте инфляции, на росте цен и так далее, и так далее. Кстати, недавно прочитал такую интересную версию, уж не знаю, верить ей или нет. Все-таки у нас мы понимаем, что нефть и газ это, ну, бюджета образующие. Да, бюджета образующие, основные статьи в нашем бюджете, и так как они по-прежнему все-таки привязаны к доллару, есть версия, что вот то, что сейчас происходит с евро и долларом, это как раз сделано специально, но госпожа Набиулина сказала, что ничего подобного мы такими вещами не занимаемся. Если вы помните дефолт 98-го года, когда доллар стал стоить с 6 рублей, подскочил до 27 тогда, то... Ну, это же был мировой все-таки такой кризис, скажем так. Нет, это был наш российский внутренний дефолт, 98-й год. А, 98-й, я услышал, 2008-й подумал почему-то. Так вот, тогда это оказалось очень полезным для экономики и для бюджета Мурманской области, поскольку у нас и Норникель и Апатит, они экспортно-ориентированные, то есть получилось, что продавая то же самое количество за доллары, в рублях-то бюджет приносилось сколько? Ну, да, вот об этом и речь, то есть есть предположение, что как-то специально разгоняют вот этот курс доллара и евро. Не знаю, тут очень сложно все-таки, мы не экономисты, у нас обычно Егор Банишевский пытается играть в экономиста, но тоже, мне кажется, что это настолько сложной материи, что сильно вдаваться не будем, будем надеяться на лучшее. Таня. Да. Ну, я вижу, ты прямо веселишься. Я жду следующую новость. Нет, я жду следующую новость. Веселишься от таких новостей. А следующая новость у нас привязана к музыке, как раз, наверное, специально для тебя, немного романтики и красоты. Повод у нас следующий. Дело в том, что всем известная американская рок-группа Eagles, которую считают песней группой одного хита Hotels в Калифорнии. Неправда, неправда. Я тоже с этим не согласен. На самом деле у них куча наград, и они мега популярны и в мире, и особенно в США. То есть они там со своим кантри и прочим дают стадионные концерты и так далее. Но тем не менее, ребята объявили, что уже вот им 52 года и планируют запустить такой прощальный гастрольный тур, который... С соответствующим названием. Да, который получит название The Long Goodbye. То есть длинное прощание. Видимо, будут, может, даже не один год колесить по миру с прощальными концертами. Вот. И, ну, надо сказать, да, как мы уже упомянули, что группа гиперпопулярная, названная одними из самых высокооплачиваемых коллективов в истории, например, Жудонал Форбс. Форбс о них так писал. Есть множество наград, конечно, среди которых и Грэмми за, собственно, Hotel California, который вышел в 78-м году. Ну и вот прямо сейчас предлагаю эту нетленную классику еще и в акустическом исполнении послушать на Большом радио. Дружно насладились просто бессмертным хитом. Все вернулись в молодость. Все вернулись в молодость. В школьную дискотеку. Мы послушали романтичную историю от Алексея Марьина, но не расскажем ее вам. Расскажем вам следующую новость. Время вечернее, все уже подумывают об ужине. Кто-то уже и по ужину. И у нас есть предложение. Да, и, видимо, об ужине или об обеде подумывают и депутаты. То есть вместо того, чтобы обсуждать насущные вещи, у нас там бюджет сокращается и проседает. Цены на нефть и все прочее. Вот обсудили, значит, кроликов и кур на дачах россиян. Ну а следующая новость про ни много ни мало стандарт шаурмы. Главе Роспотребнадзора Анне Поповой предложили создать рекомендации по приготовлению шаурмы. С такой идеей к ней обратился вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. «Сегодня у нас нет стандарта правильной шаурмы, поэтому каждый готовит ее как хочет». Вот невидаль, да, действительно, хочет и готовит. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Привели слова депутата в пресс-службе партии. То есть, видимо, был серьезный пресс-релиз даже на этот счет. Ну, так он же вице-спикер. Представляешь, пресс-релиз про шаурму писать. Он, наверное, на лаваше был нарисован, написан соусом. И подчеркнул, значит, он, что производители, оказывается, могут в шаурму добавлять большое количество вредных ингредиентов. А учитывая, что продукт питания популярный, то, естественно, он должен быть и качественный, по мнению депутата. Мне кажется, у депутата просто была какая-то не очень приятная история, связанная с шаурмой, и он решил это дело отрегулировать. Я предполагаю, что ему просто пресс-служба партийная принесла пресс-релиз, в котором в сводке было указано на эту знаменитую уже братскую историю, когда шавухой в братской Иркутской области отравили 62 человека. И он подумал, о, раз все об этом говорят. Он же кого представляет? Партию «Новые люди». Это ж не ЛДПР, торговая марка уже надежная. Новые люди, новая шаурма. Тут надо ж себя как-то засветить. Мы уже в перерыве говорили на тему того, что никак не могут определиться, что правильно, шаурма или шаверма. Но депутат московский, у него шаурма. А при этом, значит, будет стандарт шаурмы, как он будет выглядеть, сколько вешать в граммах, какого продукта. А северная столица обидится потом. Что нельзя класть туда. Не, Питер-то он просто не обидится. Он скажет, это вы свою шаурму там регулируете, а нашу шаверму. Не трогайте. Вообще как бы город свободы, колыбель революции и все такое. Я предлагаю вообще отказаться, чтобы ни этим и ни этим назвать русский рулет, например. Русский рулет. Ну или просто рулет. Не русское слово. Ну это же рулет. Не русское слово. Ну шаверма-то тоже шаурма. Надо русский хавчик назвать. Но русский хавчик это может быть бренд. Надо было предлагать, когда вкусные точки у нас сочиняли. А кто тебе сказал, что я его не зарегистрировал уже? Можно предложить нашим радиослушателям пофантазировать на эту тему. Если есть у вас какие-то предложения, как можно назвать по-другому нашу шаверму, присылайте, пишите. Ну вообще, ну я вот просто думаю, вот действительно, а вдруг дойдет до какого-то стандарта? Вот это же будет вообще весело. Нет, ну это вопрос не Госдумы явно. Ну да, ну я даже, ну, хотя вот ГОСТы же у нас, ну это же даже не ГОСТ, у нас же ТУ, да? Нет, Роспотребнадзор у нас контролирует качество шавурмы простейшим способом. Должны быть санитарные сертификаты на то же мясо, которое используется. Потому что, в общем-то, мы же знаем, из чего состоит стандартная шавурма или шаверма. Это Роспотребнадзор или санэпидемстанция? Роспотребнадзор. Все дружно. Ну, смотрите, ну это лаваш, овощи, мясо какое-то, либо курятина, либо... Ну, по классике курица, да. Ну, хотя может быть и свинья, и говядина, да. И говядина, и баранина может быть. Вот, я даже боюсь сказать гав-гав. И какой-нибудь соус. Что представляет опасность из этих продуктов? Ну, мясо, скорее всего. Мясо и соус в летнее особенное время. То есть соус, который долго стоит на жаре, он, если это соус на майонезной основе, вот, он тоже достаточно опасен, в нем легко развиваются бактерии. Ну да, по классике вообще там, он же на кефире. Я вот топлю за питерскую шаверму, где кефирный соус, ну и так далее. Ну и от себя могу сказать, что лайфхак-то очень прост. Надо смотреть, где проходимость. То есть, если это нечто одинокое на окраине, и людей там не стоит, то, ну, можно и отравиться. А там вот, ну, я сколько ел, нигде не травился. Просто она не успевает портиться. Это курица, это соус. А я бы сказал по-другому. Одинокое на окраине, это значит, покупают там люди, которые живут рядом, а не прохожие, который купил шавуху, сел в метро и уехал за 30 километров в другую сторону. А тут люди рядом живут. Если что... Могут и предъявить, да. ...возможен и физический контакт. Ну, вот у каждого свои секреты. Я, по-моему, знаю, что я сегодня буду готовить себе на ужин. Мне сегодня как раз холостяцкий вечер, и я, пожалуй, побалую себя. То есть вы ее будете лично готовить? Сама себе, да. Ого, ого. Ужин эгоиста, да. Так можно же зайти, да, взять. Так ты заходи. По классике. Нет, я не... О, ничего себе, вечер перестает быть томным. Нет, я к тому, что... Наоборот, начинай. Дома готовить, ну, шаверму, не знаю. С женой заходи. Нет, мне кажется, надо брать где-то, надо брать. Готовы, да? Уже готовы. Ну, конечно, по классике, чтобы там еще повар без перчаток одной рукой тебе и мясо положил, и сдачу дал. Ну, вот это все, как положено. А ты такой достал линейку и измерил потом. Не по стандарту. Да, они сейчас еще и по граммам можно выбрать. Пока не принято. Ну, в перспективе так, наверное, и будет, да? Ну, да. Друзья, ну, а мы продолжим на Большом радио 3 в квадрате. Есть вечные темы. Вот, только хотел сказать. Вот большего сериала в нашей новостной повестке, наверное, сложно придумать. К сожалению. К сожалению, каждую неделю уже со всеми мы это обсуждаем. Постоянно об этом говорим. И кто бы вы это думали, конечно, это телефонные мошенники. И очередная пенсионерка. В этот раз, да, это очередная пенсионерка из Томской области. Но тут поражает сумма. Знаете, вот обычно это вот тут миллион озвучивают. Там 200 тысяч была сумма. 3 миллиона, мы помним, в Питере профессоршу Абуле, да, преподавателя. Из пединститута. Да, из пединститута. А здесь 11 миллионов 600 тысяч рублей. Ну, там долгоиграющая история. Значит, ей в апреле позвонил очередной гад, который представился, естественно, сотрудником правоохренительных органов. Ну, по стандарту, мошенники пытаются от вашего имени взять кредит. Вот, нужно срочно, так сказать, переводить деньги на безопасный счет и так далее. Потом еще ей позвонили представители Центробанка. Вот Центробанку ведь больше дела нет, кроме как звонить 68-летней пенсионерке в Томскую область и заниматься ее сбережениями. Это же не знаю вообще. Это чисто, по-моему, русская такая разводка, когда слово «центр» присутствует на зрании организации, то вот здравый смысл отказывает, мозг парализуется. Но по телевизору... Да, слушаюсь, сколько разве что Центробанк не занимается вкладами граждан вообще? Так у них вообще клиентских отделов нет, насколько я знаю, но... Так, естественно, нет. Но по телевизору-то звучит Центробанк, Центробанк, глава Центробанка, ставка Центробанка. Да, и они берут вот эти самые популярные. Начиная с апреля она 123 перевода в адрес мошенников сделала. Значит, 5 миллионов 700 своих собственных сбережений. Тоже такая, да, не бедствовала. 3 миллиона 800 она взяла кредита, чтобы им... Вот как, где вот, ну, серое вещество... Ну, вот здесь уже непонятно. То есть вроде она... А как это, зачем кредит? Потом миллион... Ну, я так подозреваю, что Центробанк ей, как правильному человеку, видимо, какой-то пообещал повышенный процент. Ну, она же, то есть была в начале легенда, что деньги в безопасность переводите, а кредит зачем? А ей, видимо, понравилось. Ну, я думаю, что там была какая-то дополнительная еще история. Конечно, конечно. Там ей сказали, что вы заслуженный человек, Мария Ивановна. Вот мы вам предлагаем 20% годовых. Она, о, так я под 17 возьму кредит, а получу-то по 20. Вот, ну, я предполагаю. Вообще, самое печальное, больше всего, мне жалко ее мужа. Она еще и у мужа миллион взяла. Более того, она полмиллиона взяла в долг у своих знакомых. А как вот она, муж рядом? Я только хотела просто задать вопрос. Неужели нет никаких ни детей, ни родственников? Кто бы подсказал и заметил такую утечку средств? Ну, может быть, одинокая пара. Почему нет? Может быть, муж там... Пара не может быть одинокая. Не настучал он ей по голове. Ты что делаешь, любимая? Может быть, муж намного старше. А может быть, муж, допустим, моряк. И в морях был. В Томской области. Просто кажется, сейчас... Ну, по Томскому морю. Все дети прокачивают сейчас своих родителей по поводу этих схем мошенничеств. Приходят, как только, ну, сами столкнутся с новым разводом, приходят к родителям и говорят, ни в коем случае нельзя. Вот такая схема. Не ведись, сразу мне звони. И тут такие суммы, ну, просто какой-то... Я уже много раз говорил, что... 123 перевода. То есть они... Ну, они поняли, что... Не один случайный. Она как на работу ходила. Да, да, да. И они ее разрабатывали. Но я понимаю, с той стороны, там, ребята, конечно, такие... Ну, профессиональные. Профессиональные, да. Это вот сколько терпения надо, сколько актерской игры там и прочего. Причем, заметьте, вот она не такого критического возраста, я бы сказал. 68 лет. Да, вполне себе еще. Вполне здравый молодой человек. Ну, относительно молодой человек. Это не... Там не 78 лет, как у той профессора из Петербурга. Там 84 даже было. 84, да. А что с чем это связано? Дефицит общения? Ну, то есть тебе регулярно кто-то звонит, ты участвуешь в какой-то деятельности, в каком-то, ну, процессе, в какой-то спектакле разыгрывается, и ты в нем принимаешь участие. Это, может быть, момент одиночества еще какой-то? Внушаемость. То есть вот есть люди, которые ведутся, а есть люди, которые... Ну, вот есть рациональные, а есть эмоциональные, знаешь. А есть еще мошенники, понимаете, такие начинающие и сами слабоинтеллектуальные. Вот их легко достаточно распознать. А есть ведь артисты своего дела. У меня такого рода новости, знаете, наводят на мысль. Вот это вот, на мой взгляд, очень такая грубая и неверная, по сути, поговорка. Если ты такой умный, где же твои денежки? Ну, вот у человека было личных сбережений... 5-700. Ну, почти 6 миллионов. То есть, ну, вроде как, получается, умный человек, если такую сумму сумел накопить, так еще и муж миллион накопил. И куда это все ушло? А еще сами вот эти мошенники, они же выросли все, они были детьми. Представляете, я такой, кем ты стал, когда вырос? Сотрудником Центробанка. А я стал мошенником, который грабит пенсионеров. Вот это вот, понимаете, визитная карточка. Слушай, ну, вообще, как бы, а что говорить о моральных качествах каких-то этих людей? Это преступник. Это нарушитель закона. А знаешь, преступники тоже и грабят пенсионеров. Тут только шелек из кармана вытягивают, что там, какой-то другой моральный статус. Ну, здесь другое дело, что они еще вот в психологии. Ну, поразительно, печально. И я думаю, друзья, в очередной раз напомним, позвоните своим родителям, предупредите всех знакомых, родственников, там, старших товарищей, что, ну, вот не надо никому переводить деньги, если вы в этом не уверены на все 100%. Заклинаем, потому что каждую неделю, а то и по нескольку раз мы слышим такие печальные новости, а кто-то поднимает целые миллионы. А я могу только в очередной раз предложить вот свое ноу-хау для таких историй. Налик. Если вам, нет, я серьезно говорю, если вам родители доверяют, то переведите деньги родителей, откройте счет на свое имя, вот, чтобы родители вот так вот врасплох не взяли. Да, лишний раз, допустим, когда родителям понадобятся деньги, лишний раз придется там сходить или в банк, или к банкомату. Вот, ну, возьмите на себя такой труд, зато вам будет спокойно и родителям вашим будет спокойно. Ну, кстати, вариант, да, такой сиев. Ну, я вот такой с моей мамой. И как в детстве она тебе выдавала на карманные расходы, да, а теперь ты маме выдаешь на карманные расходы. Ну, я не выдаю, она меня посылает в банк, я приношу столько, сколько ей надо. Ну, в этом есть здраво... Это ее деньги, которые просто лежат на мое имя. В этом есть, да, здравое зерно, скажем так. Друзья, предложите свои способы. Как еще можно противостоять вот этому, уже можно сказать, злу национального масштаба, если не мирового? Может быть, у вас есть какие-то способы, как защитить своих родственников, как не попасться на удочку, как раскусить, что это мошенник? Звоните, 45-09-45, смс, вайбер и ватсап, 8-9-2-1, 0-45-10-45. Ну, а мы вернемся совсем скоро после рекламы на Большом Радио. Коллеги, а вы азартны? Нет. Ну, немного есть. Всегда выигрывает казино. Немного есть, я... Ну, пари-то все же в жизни заключают. Конечно. Даже не азартные люди? Конечно. Нет, я люблю поспорить. Вот самый яркий спор, в котором вы принимали участие в жизни, помните? Я сходу не вспомню, я помню товарищ, мы встретились в Петербурге, мой друг, сидели в барчике, я не помню, за что мы зацепились, вот честно, суть спора не помню, но в итоге он побрился на лысо, честно. И я был готов тоже побриться на лысо. Ну, в барчике это нетрудно. Проиграл он, и в итоге, да, ходил лысый, но было лето, ему наоборот нормально. Я не вспомню сейчас, что я делала, может быть, как проспорила. Как-то с другом поспорили, что на Старый Новый Год он мне доказывал, что куранты не бьют, то есть не показывают вот эту классическую картинку на Новый Год, а я ему доказывала, что и в Старый Новый Год показывают Кремлевскую башню и часы 12. И он мне проиграл. Мы на какую-то бутылку чего-то спорили, но... А у меня самый такой вот засевший в памяти спор, это был 80-й год, зима. Наша тогда сборная по хоккей играла с канадцами, но, по-моему, не в Канаде, а в Америке. Ну, вы же знаете, что есть разница по времени? Ну, да. И вот звоню я своей однокласснице, с которой мы приятельствовали, говорю, в хоккей-то будешь смотреть? Она говорит, буду. Я говорю, ну, как ты думаешь, как наши сыграют? Она говорит, наши выигрывают. Ну, я тоже так думаю, что выиграют. А с каким счетом? Она говорит, 6-0 выигрывают. Я говорю, ты что, сбрендила? Я говорю, ну, это ж канадцы, уху, профи такие, чтобы под ноль, да еще и шесть голов, быть такого не... Она говорит, а давай поспорим. Я говорю, на что? Ну, на коробку конфеты. Говорю, а условия спора какие? Вот если 6-0, то ты мне коробку конфет. Любой другой счет... Это очень смело с ее стороны. Ну, я подумал, ну, такие условия выгодные, конечно. Ну, явно вы будете выигрывать. И вот я смотрю матч на воротах, как сейчас помню, Владимир Мышкин. Вот, наши забивают первую, ура! Вот, наши забивают вторую, ура! Наши забивают третью, ура! И так шесть раз. Нет, когда 4-0 уже было, я думал, ну, канадцы, вы что-то покажете хотя бы, вот, вы же профи типа. Пошел в магазин за конфетами. Матч закончился 6-0, я в магазин не пошел, их в магазине было тогда не купить, шоколадные конфеты, 80-й год. Здрасте. Ай-яй-яй-яй, молодежь, молодежь, шоб вы знали о нашей тяжелой жизни. Медведи по улицам ходили. И еду у школьников отбирали. Я маме говорю, вот, слушай, я Вике Паличевой проспорила коробку конфет. Мама говорит, ну, ладно, открыла шкаф, дала мне конфеты. Я пошел к Вике, звоню в дверь, она открывает, говорю, вот. А она смеется, говорю, что смеешься-то? Она говорит, да у меня просто знакомая работает на телевидении, мать же в записи был. А они ночью смотрели у себя на столбке варничной. Вот, так что я, говорит, не возьму твои конфеты. Ну, вот, мы уперлись с рогом, я ей забираю, я проспорил. Вот, а она не возьму. Ну, в общем, мне в сторону, конечно, конфеты. Съели вместе? Конфеты отдал, да, по-моему, за чаем мы вместе и сли. Теперь главный вопрос, к чему эта увлекательная история? Это к тому, к новости, к следующей у нас. Америка же страна азартная, там разрешены ставки, в том числе, вот, ставки на спорт, довольно-таки недавно разрешены официальные. То есть не эти вот мафиозные подпольные букмекеры с криминалом, а официально совершенно можно почти всем делать ставки. И ставки принимают на все подряд. Вот, там, на когда первый снег пойдет в своем родном штате? Вот, касательно снега, нашли же в Белом доме кокаин. Вот, ну и стали букмекеры принимать ставки на то, расследование обещают вот-вот завершиться, и виновного, как предполагается, назовут. И вот ставки на то, а кто же, а кто это такой принес кокаин в Белый дом? Ну и вот лидер... Мне кажется, таким голосом там следователи говорят. Хантер Байден, сын президента Джозефа Байдена. Вот, ежели это окажется он, а ты поставил тысячу долларов, то ты получишь всего-навсего тысячу семьсот. Вот, а вот ежели ты поставишь на то, что это кокаин самого Джо Байдена, то на поставленную тысячу ты получишь 150 тысяч. Вот, а если маму Хантера Байдена, ну, соответственно, жену Джозефа Байдена, то коэффициент один к ста. Мне нравится, что они сюда и Анжелину Джоли приплели. Да, да, да. Ну, бурная молодость у барышни. Мне кажется, там какая-то логика была, то есть она, видимо, посещала вот в этот период Белый дом. А так нет, она точно посещала вот в этот период Белый дом. Если бы она не посещала, то... То как понять, да. Я думаю, что как в тех самых детективах, убийца-садовник, да, вот тут есть еще версия уборщики Белого дома, мне кажется, кто-то из них по-любому. А это ведь дорогой наркотик, да? Это да, это дорогой. Так что я бы не стал грешить на уборщиках Белого дома. Может, они как были посыльны? Слушайте, ну да, таких ставок необычных я не видел, но в России что же разрешено? Называют даже сотрудников секретной службы, вот тех, которые охраняют президента с микрофончиком в ухе. А думаю, тоже маловероятно. Скорее всего, там очень большой коэффициент, потому что, понимаете, они же проходят регулярные проверки крови, мочи. На наличие веществ. Ну да. Вы себе можете представить, что президент охраняет наркотик? Так нет, ну они вообще не дураки, я думаю, как бы уж настолько-то. В этом мире можно все представить. Там все с верхним образованием. Да, ну а в России, кстати, я вот самое, ну тоже ставки разрешены на спорт, и я видел ставки на результаты игры «Что, где, когда». Официально принимают, да, можно было ставить в какой-то, не знаю, сейчас есть ли такая история. Было, было такое, да. Ну да, можно было тоже там предугадывать результаты, и, ну это уже так, любительские истории, я знаю, что в интернете еще и на КВН пытаются люди ставить. А я открою вам страшную тайну, вот в Америке при всей их показной демократией не все имеют право делать ставки на все. Ну там, наверное, от штата к штату, да, разница? И это тоже, но есть еще и чисто профессиональные запреты. Вот, например, игрокам национальной футбольной лиги запрещается делать ставки на любой вид спорта. У нас тоже, насколько я знаю, профессиональным спортсменам ставить запрещено. И любому сотруднику любой команды, ну, по крайней мере, футболистам на футбол точно, не знаю, как на остальные виды спорта, но вот... А почему так? Ну, потому что ты будешь влиять на результат. Ты, например... Ну, если ты решил сдать игру, допустим. Да, как вратарь, вот поставил кучу денег, напропускал. А, все, я поняла. Да, интересная была бы игра тогда. Более того... Слышь, все встали на поле. Есть же понятие такое инсайдерская торговля. Вот я знаю, что в этом году одного футболиста американского, его отстранили, по-моему, на шесть игр, а это очень много, это очень большие потерянные деньги в зарплате, он знал, что игрок его команды получил на тренировке травму и не будет играть в следующем матче. А игрок был важный. И он поставил, так сказать, денежку на проигрыш своей команды. Я, правда, всегда удивляюсь таким случаем. Ну, у тебя есть друзья? Ну, дай им денежку, пусть они поставят. Ну, да, чтобы отвезти от себя, да. А там, по результатам расследований, человек... Там еще наказание различается. Если ты ставил из дома, это одно наказание. А если ты сидел у себя после тренировки в раздевалке команды и по телефону поставил денежку оттуда, то это в два раза более строгое наказание на целый год за такое отстраняют. И вот он сидит у себя в раздевалке, вокруг полсотни его товарищей, и он, значит... Не прикрыто прям. А там же камеры стоят. Ну, молодые, что там, человек всю жизнь мяч гонял, то есть, как бы, ну, не хватило соображалки немножко, вот и попался. Друзья, предупреждаем, что все ставки, это исключительно ваша ответственность, никого ни к чему не призываем. А кокаин вообще зло-злющее, ни в коем случае. Еще одна новость с той же, скажем так, наркоманской поляны. Житель... Это уже в Казани происходило дело. Ну, повеселее уже новость-то. Чем же? Ну, тем, что тут милота и мармеладные мишки. Дело в том, что житель Казани пытался провести наркотических мармеладных мишек. Задержали молодого человека на одной из улиц города. И в машине нашли 650 грамм необычных мармеладных конфеток. В них было высокое содержание каннабиоида. Позднее полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные конфеты. Ну, и в квартире у него нашли более 80 кустов каких-то каннабиоидных растений, назовем их так. Эк ты! Да, ну, марихуаны, проще говоря. Вот. То есть, такой вот хитрец, якобы, и как будто возбуждено уголовное дело. Вывод мы какой делаем? Куда ни прячь, все равно найдут. Даже в мармеладных мишках. Даже не пытайтесь. Мне кажется, ну, вот тут единственное, что можно извлечь из этой новости, скажем так. У нас есть еще одна новость из разряда, как и предыдущая, все тайное становится явным. Есть такой игрок в футбол с круглым мячом, бразилец Луан. Вот. Его в свое время пытался купить московский «Спартак», но, слава богу, у них это не получилось. Парень был очень перспективный по молодости, по юности, я бы даже сказал. Вот. Но такой вот, извините, бразильский раздолбай. В итоге он остался играть в Бразилии, ну, и играл он за известный достаточно клуб «Коринтианс». Заявил руководству команды, что на тренировке, значит, на предыдущей получил травму ребра, соответственно, следующую тренировку он пропустит. Вот. И там как-то вот, то ли врача командного не было, который мог его осмотреть, то ли что... Но вместо тренировки Луан отправился в отель в Сан-Паулу вместе со своими пятью друзьями и четырьмя подругами с пониженной социальной ответственностью. Вот. Каким-то образом фанаты «Коринтианса» узнали, нагрянули в отель, в номер к Луану, ворвались туда, когда там шла оргия, вот, совсем, так сказать, не футбольная. Вот. Ну и... Побили. Побили, мягко говоря. И потребовали, чтобы тот из команды ушел. Типа, нам такие не нужны. При этом они почему-то его называли трусом. Ну, видимо... Были основания. Может быть, он надел трусы, когда их увидел. Ну, поступок-то смелый, да? То есть вот так вот в наглую заявить, что... Это знаете, как вот, ну, почему-то вспомнилось, как мы в школе придумывали отмазки, что мне надо бабушке помочь переехать, там, когда-то, да, куда-то там... Я понял, почему его назвали трусом. До меня медленно доходит. Смотрите, значит, вместе с ним там было шестеро мужиков и всего... Там, по-моему, наоборот было. Шестеро мужиков и всего четыре дамы. Так. Вот. Вот смелый бы мужик, один бы на четырех вышел. А он, вот видите, друзей позвал, побоялся не справиться. Получается, да, на каждую даму было по полтора мужика. Такая математика очень странная. Это не смотри так осуждающий. Мы в целом его тоже осуждаем. Это что такое? Мы его за две вещи осуждаем. За что вы его осуждаете? И за аморальность, и за то, что он в восьми играх этого года забил всего один гол. Да, на самом деле-то, ладно бы еще звезда была, можно было, ну, как-то, знаешь, вот фанаты могли бы и простить. А здесь он, ну, не выходит там, выходит изгридка, пнет пару раз мяч, и все. То есть не сильно результативный товарищ. Ну, тема футбола, как вы понимаете, вообще мимо меня проходит. Ну, тут-то страсть какая, понимаешь? Там же неважно... Прерванная страсть. Отношения между мужчиной и женщиной вас волнуют? Да, давайте к следующей новости. Вот, да. Новость... Заголовок омерзительно-кликбейтный. Психолог развеяла миф о дружбе между мужчиной и женщиной. Ну, как я понял, прочитав, миф о том, что, типа, дружба на самом деле между мужчиной и женщиной быть не может. Вот, что, на мой взгляд, неправдивая неправда, но вот я просто это знаю. А психолог Наталья Никифорова, она же создательница фонда помощи жертвам насилия, который называется почему-то Птицы. Птицы. Да. Она заявила, а мы без нее не знали, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, так как она подразумевает отношения человека с человеком без привязки к гендеру. Я бы даже сказал так, без привязки к полу. Ну, правда, согласен я с ней в том, что дружеский, дружба вообще, это же больше и шире, чем вот Хекас. Не знаю, мне кажется, вообще невозможно мальчику с девочкой дружить. Хорошо общаться, но вот прям тесно так, чтобы настоящие друзья, я не верю. Ну, а что ты имеешь в виду настоящие друзья? Ну, со временем все равно где-то что-то перерастает. На хобби, да, там пойти пиво с рыбой попить, на рыбалку пойти, там, я не знаю. Это как развитие отношений. У меня жена ходит на рыбалку. Ну вот, а в чем проблема, Тань? То есть я вот считаю, что до какого-то момента... Я считаю, что притяжение в какой-то момент начинает срабатывать, обостряться, и чувства меняются. Но это как в любой, даже дружбе. Мы же не сразу становимся с нашими, допустим, там, с девочкой, ну, девочка с девочкой, мальчик с мальчиком, друзьями. То есть это начинается с какого-то знакомства. Потом общие интересы какие-то, ну, с годами развития крепнят, крепнят, и дальше уже не могут затормозить. И все, да, врезались друг к другу. Нет, подождите, врезались, это как раз сразу. А дружба, это действительно складывается не сразу. То есть когда уже вот это вот отметено. Хотя, мне кажется, есть тут вариант, если один из полов нетрадиционной ориентации. О, Господи. Так. Так. Кошмар какой. Не, ну, серьезно, ну, все же девочки, ну, очень многие говорят, что хотели бы там в друзья себе такого человека. Ну, мне кажется, нет, я сейчас ловлю на себе удивленные взгляды. Нет, почему, ну, ради бога там... Так понимаете, в чем дело? Психолог-то говорит о гендере, а не о поле. Короче, я не верю в то, что мальчик с девочкой могут дружить и без какого-то такого сильного эмоционального притяжения. У меня вот... Мы по-разному понимаем слово дружба. У меня с моими однокурсницами... Ну, рано или поздно кто-то влюбится в кого-то. Ну, нам по 60 лет. Не, ну, почему нет? Мы друг друга знаем дольше, больше половины жизни. Ну, я вот тоже согласен, что как-то не знаю... То есть, когда понятно, когда гормоны у тебя в 18 лет там штырят, и в голове только мысли об одном, то может быть и невозможно. А когда тебе уже, ну, там, в два раза больше, как минимум, и ты знаешь действительно этого человека с первого класса, например, да? Ну, и ты готов с кем всем делиться, да? А если я знаю ее мужа? Подруга моя. Если я знаю ее детей... А дружба — это обязательно прям максимальная откровенность? Нет, ну, какая-то... Есть приятельские отношения, а есть, ну, близкий человек. Ну, как вот твой лучший друг, да, в нашем понимании. Ну, это лучший друг, но бывает же просто друзья, много... Ну, там, несколько друзей. Нет, ну, если просто приятелей нет, у меня тоже много друзей мужского пола. Ну, такого, что прям близкого, только девочки. Я думаю, тут вопрос все-таки во многом в терминах. Близости, да. А еще у меня есть давняя теория. Я ее еще в школе в старших классах родил. Да, понимаете? Вот есть слова «любовь» и «дружба», да? И каждый в это слово вкладывает свое понятие. Вот, понимаете, есть лампочки на 100 ватт, а есть на 40. И поэтому есть люди, которые умеют любить на 100 ватт, а есть, которые умеют любить и дружить на 40 всего-навсего. То есть интенсивность чувства у разных людей разная. И что? И остается только оставить наших слушателей, обдумать эту мысль и прерваться. Да, и... Ну и поделиться, наверное, своими какими-то, может быть, историями. Да, звоните 45 09 45. Тема вечная, опять же. Ну, а мы все-таки прервемся, да, на рекламу на Большом Радио. Коллеги, а кто-нибудь из вас знает Адриану Чечек? Честно, нет. Я вот, когда эту новость прочитал, я понял, что я где-то слышал эти имя и фамилию. Выясняется. Вот, но я узнал, что Адриана Чечек — это порнозвезда. Какая-то неинтересная повестка. Думаю, откуда я знаю ее имя и фамилию? Вот. Она, значит, сделала широкомасштабное заявление для СМИ, что не смогла заниматься сексом из-за перелома позвоночника. Она вынуждена была, как это звучит, прям современно-современно, прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы спасти карьеру. Я сразу представляю, какая у нее блистательная карьера. Это раз, а во-вторых, мне стало интересно, как же она... Это что за травма производственная, что она сломала позвоночник? Оказывается, она работала на какой-то игровой конференции TwitchCon в октябре прошлого года. Вот. Ну и должна была прыгнуть в бассейн, наполненный мягкими кубиками. Кубики оказались, во-первых, не очень мягкими, а во-вторых, как-то неправильно уложены. Я плохо себе представляю, как нужно было их уложить. В общем, она сломала позвоночник в двух местах, реально. Вот ей ставили металлический стержень в позвоночник. Ну и, очевидно, вот, ну, мы верим же ей на слово, она же вот, ну, не будет нам врать, да? Она только правда, наверное, говорит. Она же звезда и чечек. В общем, сказала, что намерена вернуться в индустрию и начинать производить контент с использованием искусственного интеллекта. Вот. А именно превратить себя в чат-бота. Вот. То есть, ежели по-простому, то вот пользователи такого контента могут за денежку вести с ней беседы интимного характера. То есть, на самом деле, это, конечно, не с ней, а с роботом, которому будет дарован ее, видимо, волшебный голос. И не только голос. Ну, да, то есть, сейчас у нас есть Алиса, а теперь будет Чечек. Чечек, покажи. Чечек, расскажи новости. Да, или покажи что-нибудь. Но тут непонятно. Аудио, скорее, все-таки он будет, да? Ну, а что? Вот у кого-то Алиса, у кого-то там Маруся, у кого-то голосовой помощник Олег, а у кого-то Чечек. Как это? Адриана, да? Адриана, исключительно. Ну, вот, Адриана. А что, красивое имя для голосового помощника? Чечек лучше. Адриана, расскажи сказку на ночь, например. Это нам с вами проще. А, допустим, к каким-нибудь англоязычным гражданам. Ну, Чечек же, явно славянская фамилия. Ну, да. Ну, скорее всего, да. Ну, а в английском Чик, это же, типа, цыпочка. Тоже, может быть, какая-то игра слов тут подразумевается. Смотрите, какой международный проект. Слушайте, да, я, на самом деле, ничего плохого не вижу. Пытается мадам остаться на плаву. Но вот если не научилась она больше ничего за жизнь делать, то надо как-то выкручиваться, подстраиваться под современность, так сказать. Спасать карьеру. Ну, а что, бывают у них и карьеры, у них бывают и различные... Взлеты и падения. Ну, иногда очень много за один фильм, но я имею в виду, что у них и Оскары даже в их индустрии вручают. И всевозможные награды, скажем так, да. И есть свои звезды. Принувзрительские симпатии. Короче, умрет скоро профессия, я чувствую. Все перейдет. Искусственный интеллект, да. Зато там можно всегда оставаться вечно молодой. Опять же, себе пластические операции, наверное, как-то, если... Ну, это будет когда-нибудь видеопомощник на пластических операциях. А если туда еще и биотехнологии и роботов включить вообще? Понимаешь. Какие перспективы? И ты говоришь, что нельзя будет дружить с ними? Да отлично будет можно дружить. Подговорить. Я вам не мешаю. Про, кстати, про умирающие профессии искусственный интеллект. Вот есть еще такая новость, каратенечка, о том, что к 2028 году всю деятельность программистов возьмут на себя системы искусственного интеллекта. Это заявил основатель одной из крупных компаний, которая называется Stability AI, Emmett Mostak. По его словам, уже 41% всего кода, то есть всех текстов программного кода, да, генерируется искусственным интеллектом. И в этой связи будущее для программистов не выглядит слишком радужным. Так что вот и актрис всевозможных искусственный интеллект заменяет, а теперь и программистов. Но мне интересно, то есть получается, искусственный интеллект будет сочинять другой искусственный интеллект? То есть программировать искусственный интеллект и все, и восстание машин. Ну, рожал же Зевса из бедра кого из богини? Афину, по-моему, Палладу? По-моему, да. Или нет, ее из головы он родил, а из бедра он кого-то еще тоже, он такой был папа-герой. Из запчастей. Да. Почему бы и нет? А я бы себе с ужасом представил, прочитав эту новость. Вот, допустим, какой-нибудь молодой человек сейчас учится на программиста и успешно учится, вот, и ему преподаватели сулят прекрасное будущее. А кто вот сейчас поступает как раз этим летом на программистов, ровно к 28-му году, через 5 лет? Через 5 лет. Все пока. Выйдет и поступит заново на другую специальность. Ну, или сейчас поменяет. Или сделает чат-чат-ботом. Не знаю, мне кажется, что это какая-то преждевременная новость. Ну, кто-то, да, я тоже думаю, что кто-то должен все-таки что-то генерировать новое. Человека нельзя исключаться за это. Название компании, кстати, Stability AI. AI, это же как раз искусственный интеллект. То есть можно предположить, что дяденька знает, что говорит. Или просто рекламирует свою продукцию таким образом. Возможно. Ну, кстати, дяденька подчеркнул, что рассматривает искусственный интеллект как инструмент, лишь расширяющий человеческий потенциал, а не как угроза, которая его уничтожит. Ну, если у него компания по работе с искусственным интеллектом, он, естественно, скажет ему, мой кокаин не опасный, мой кокаин полезный. Тоже внесем эту фразу в аналы нашей программы и во все протоколы. Да, у нас тут уже дело целое накопилось за этот эфир. Ну, я, честно говоря, тоже оптимизма настолько не разделяю, хотя, видя, как это все движется вперед, какими темпами и семимильными шагами, ну, интересное время мы живем, как говорится. Да уж не то слово. И наши соседи живут в интересное время. Да, то есть, с одной стороны, у нас вот такое, с другой стороны, ощущение, что какое-то дремучее средневековье. Вот довольно-таки неподалеку от нас есть такая страна Афганистан, а в ней сейчас государственный руль держит движение «Талибан», запрещенная в России террористическая организация. Вот, которую, тем не менее, насколько я помню, на ближайшее заседание БРИКС вроде как собирались ее представители пригласить для обсуждения каких-то там вопросов. Так вот, «Талибан», это ж, ну, государственная структура, они создали замечательную контору с названием «Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока». Я представляю, что в этом министерстве два отдела. Одно по поощрению добродетели, а другое по удержанию от порока. Ну, кнут и пряник. Все, как логично в истории говорит, да. Это самое министерство, оно решило запретить салоны красоты и услуги по, то есть, и коррекцию бровей. Вот, салоны красоты решили запретить в работе после 23 июля. То есть, не сразу, все-таки какой-то вот срок на перепрофилирование дали. Почему? А потому что очень высокие услуги, цены на услуги у салонов красоты в Афганистане. Ну, там просто после прихода к власти Талибана уровень жизни у людей резко упал. И, видимо, не все стали в состоянии оплачивать услуги салонов красоты. Ну, вот почему-то Талибан таким образом то ли социальную справедливость решил восстановить, то ли чтобы все женщины были одинаково красивы. Хотя это трудно проверить, ибо они еще же и ввели обязательное ношение вот того, что у нас называют паранжой. И, я путаюсь в этих названиях, хиджаб, уборка, никап. Но, по-моему, у них никап, это когда полностью... Занавешиваться, да. А вот коррекция бровей оказывается, по их мнению, противоречит законам шариата. Вообще все как удивительно. Ну, вот тут интересно. А что такое коррекция бровей? Покрасить брови, допустим, в другой цвет или выдрать их, или нарисовать поверх выдранных. Таня, поясняй нам, что такое коррекция бровей? Что, как ты думаешь, что они могут? Любое выщипывание бровей — это коррекция. Форма, да, форма, придание формы и цвета. Ага. Все понятно, по-моему. Мне вообще странно, что в одном предложении встретились все эти слова. Дала тебе природа моноброви. Брови, красота и Талибы. Вообще, очень странно. Ну, эти Талибы, шутки шутками, они же не только хиджаб приказали носить, они еще закрыли почти все средние школы для девочек, запретили женщинам однозначно посещать университеты, то есть верхнее образование. А еще раздельное посещение парков для мужчин и женщин в разные дни. То есть вот, например, женщина может ходить в парк отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник. Три дня в неделю. А мужчины все остальные четыре дня. То есть у мужчин преимущественно. То есть мы понимаем, что решение очевидно в этой стране принимают мужчины, потому что я уверен, что они... Бородатые мужчины. Что салоны красоты они закрыли просто потому, что, ну, что это она там у меня каждую неделю таскает какие-то деньги на ногти там, на брови там, на массаж, на еще что-то. Все запретил на государственном уровне и вопрос как бы снимется сам собой. Кольян курить не на что. Да. Она, понимаешь, брови корректирует. На прогулке женщина тоже. Тоже не корректировщик. Воскресенье, понедельник, вторник. Самые скучные и тяжелые дни, да, как правило. Зато мужчинам и пятница, и суббота. Лучшие дни себе оставили в парках, чтобы гулять. Ну, пятница вообще-то мусульман молитвенный день. Ну, тем не менее. Не знаю. Не знаю. Ну, печально на самом деле все это слышать. То есть вот с одной стороны у нас там, да... Искусственный интеллект и чечек. Да, с другой стороны вот такое. Кому-то брови запрещают. Все в одно время, да. Ощущение, что 500 лет между странами, помимо пары тысяч километров. Вообще-то очень странно, да, когда ты думаешь, что мое тело, мое дело, да, и кто-то тебе запрещает вот делать такую простую косметическую процедуру. Два мира, два шапира. Да, да. Странно. Если вы собираетесь путешествовать по миру, или, например, для вас Россия иностранная, то есть следующая новость любопытная. В российских гостиницах вступили, наконец-то, в силу стандарты «Все включено» и «Ультра все включено». То, что называется «Ультра-олл-инклюзив». Объешься. Оказывается, да. То есть у нас раньше этой истории на законодательном уровне не было. То есть, ну, все знают вот эти вещи из Египта, да, там, Турции и прочего, где тебя закормят. Я, честно говоря, сам вот, ну, не фанат этой системы, потому что интересно походить по разным заведениям. Опять же, даже когда у тебя простой обед или ужин становится поводом куда-то выбраться, обнаружить что-то новое, то это всегда интереснее. Но, тем не менее, в России тоже вот эти стандарты вводят. И отель может сам решать, работает ли он по этим стандартам. То есть никто не обяжет. Но все-таки, если ты говоришь, что мы все работаем по вот этим стандартам, то необходимо соблюдать все требования. А стандарты, оказывается, подробно описывают, какой это набор качеств и услуг. То есть какие номера, какое питание, какая инфраструктура, какие развлекательные мероприятия, спортивные услуги и спа. Ну и, конечно, подробнее всего описано питание, да, как мы знаем, это, наверное, главный плюс отелей, все включено, что там и шведский стол, и сколько-то сортов алкоголя, и такие-то блюда, и все вот это вот. То есть теперь, ну, по идее, иностранцы, наши соседи какие-нибудь, могут приезжать в Россию тоже, заплатив только за путевку и оставив пару долларов на магнитике. Я считаю, что это вредно для здоровья. Что-то все включено? Да, ну, потому что это воля-неволе, ты набираешь себе лишнее. Даже пусть это какие-то овощи, салаты, но ты все равно не ешь столько, мне кажется, в привычной жизни, сколько ты ешь на отдыхе. Слушай, я не знаю. А вы выходной едите больше, чем в рабочий день? Я, в принципе, стараюсь есть меньше. Нет, ну, правда. Я пожаре не могу есть. Мне вот, знаешь, это талант-клюзив, я, ну, я не могу в принципе. Вот когда, знаешь, особенно где-нибудь там 40 градусов, и смотреть на этих людей, которые объедаются каким-нибудь там жирным супом, я не могу. У нас не так давно была новость о том, что россияне, пугающими темпами набирают лишний вес. Это есть такое, я даже замечала. А я понял, кто в этом виноват, и когда это началось. Ну-ка. Я помню встроенные времена. Ну, я тоже помню. У нас в школе было стыдно быть толстым. Когда в кинотеатрах появился попкорн, а в креслах появились эти вот подставки для большого стакана с Кока-Колой. В советское время в кинотеатре ни жрать, ни пить было нельзя. Все сидели в шубах. А запрещено реально было, да? Просто кресла были другие. Ну, то есть не приносили еду раньше, да, с собой? Нет. Не было этого? Я даже помню. Да, я не помню просто. Залы были битком. Там подлокотника к соседам не было. Не было, да? Не было даже близко. Был буфет в кинотеатре? Это да. Вот ты пришел заранее. Съел мороженое и пошел. Съел колечко с арахисом песочное, пирожное картошка, выпил томатный сок за 11 копеек, или яблочный за 14, вот, и березовый дать за 10. Еще дешевле. Вот. И вперед на мины фронтовики. Киножурнал посмотрел, а потом кинье. Рекламы-то не было. Короче, вредно для здоровья, я считаю. Это все включено. Слушай, ну, я не знаю. Кто-то, опять же, все-таки это дешевле выходит, как говорят. Тебе не надо вообще. Ну, ты можешь купить только путевку и не брать с собой ни рубля. Тебя встретят, отвезут в отель, ты всегда будешь сыт. То есть у тебя не возникнет вопроса. И отвезут обратно. То есть, ну, для кого-то это выход. Опять же, если, например, у тебя трое детей. Ну, замучаешься ты по кафешкам искать или что-то готовить. Тут этого нет. Тут то есть. Здесь вот. Дети, идите, выбирайте, ешьте на здоровье. У этого на глютен аллергия, у этого на лактозу. А тут вот, пожалуйте, бриться. Ну, все-таки я с тобой, Дим, соглашусь, что когда ты приезжаешь в другую страну, хочется попробовать и того, и сего. А там довольно такая примитивная еда, мне кажется. Смотрите, тут два варианта. Два варианта. Ты едешь за новыми впечатлениями или валяться на пляже и набивать брюхо. Вот для валяться на пляже и набивать брюхо этот вариант All Inclusive идеальный. Соглашусь. Захотелось сразу. Друзья, время наше стремительно заканчивается, но перед тем, как попрощаемся, давайте поговорим о том, что ждет нас на выходных. У нас два праздника. Три. Вот пока озвучу два, Петр добавит. Ну, во-первых, это наша новая скрепа, День семьи, любви и верности. Я бы сказал, День Петра. И Февронии. Но Петра на первом месте. Петр, с наступающим вас, Петр. А знаете, как эти называются? Аменины сердца. Ромашки мне нравятся, которые выдают. Какие ромашки, где? Ну, памятные знаки супружеским парам, которые определенное количество лет прожили вместе. Им в награду выдают такие медальки, и называются они февроньки. Знали, нет? Нет. Они в форме ромашки. Ну, было такое несколько лет назад. У меня знакомые получили. А сколько надо, чтобы февроньку третьей степени хотя бы получить? Они прожили на тот момент 30 лет. И им вот в ДК Кирова официально, там торжественная обстановка, их поздравили. Нас женой никто не поздравил. Ну, может быть, отменили, но я помню, несколько лет назад были такие февронки. Там надо быть правильными юбилерами. А это как? Ну, это там виднее. А, там виднее. А, ну, то есть образцово-показательной семьей, строителям, что у нас мы там сейчас строим, капитализмом. Членом Единой России. Да. Ну вот, но отдельно праздноваться этот праздник в Мурманске не будут. Так что, друзья, просто обнимите своих любимых и придумайте, как его отметить в субботу. Ну, а 9 июля еще один важнейший праздник для всех мурманчан – это День рыбака. И здесь нас ждет концерт на площади Пять углов с 14 часов. Любимая или нелюбимая, но группа «Дюна» нас ожидает. Личная группа, я не понимаю, этот хейт, который поступился. Да он не хейт. Да нормальная, добрая парочка. Кстати, они к Дню Петра и Февронии очень хорошо подходят. Давно вместе пережили там всякие невзгоды. С Синчуковой? Согласен. Хорошая пара. Надо отметить, все пишут про эту группу, но еще и группа «Мамульки Бэнд». Тоже весельчаки, которые поют каверы наших старых советских молодежных песен. Ну и фабрика «Ярмарка. Наша рыба» с 12 до 20 и в субботу и воскресенье тоже вас ждет. Мы за рыбой. Третий праздник. Мы за рыбой. Да, третий праздник, Петр. День косовородки в Российской Федерации, между прочим. Тоже воскресенье. Вот где-то взять бы. То есть наденье... А у меня есть. Отлично. Ну, значит, встречаемся в воскресенье. Как я есть, бывший матрос управления «Серопходфлот», я надену свою любимую косовородку и пойду на пять углов покупать рыбу. И плясать под группу «Дюна». Класс. Надо обязательно не пропустить. Все, встречаемся на пяти углах. Друзья, ну, погода как погода. Что у нас? Ветер северо-восточный. Днем от 9 до 14. 10 июля существенных осадков не ожидается. И днем немножечко потеплеет к понедельнику. Дождь, хмарь. Все, друзья, прощаемся. Три в квадрате на Большом радио. Петр Болычев. До свидания. Татьяна Юлусова. Хороших выходных. Пока-пока. Ну, и я, Дмитрий Рябов, желаю вам тоже всего доброго. Пока. Пока. Пока.